Я пока в Таноса поиграю. А где перчатка? У меня есть шерстяной носок Таноса. Вы не знали, им тоже можно щелкать. Вот он. Так-так-так. Привет! Видеок на экране, и это Смертелочка. Та самая. Сейчас быстренько пропустим всякие вот там сумбурчики, и начнем сразу с первого вопроса. Погнали! Ну же, подъем. Милости просим в мою викторину. Я прям себя каким-то Таносом почувствовал. Он и добра, и честно, я думаю, что вы сможете насладиться процессом, пока не сдохнете. Фигач, он дерзко меня опустил сейчас. О, точно не хотите выслушать все правила моей замечательной вечеринки? Ну, ладно, не важно. Итак, вот вопрос для начала. Кто из них показывает свои прелести? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха! И пользуйся девайся для того, чтобы ответить на вопрос. Это также относится и к зрителям. Ха-ха-ха! Мать выстрела... Выстрела... Это мама Стифлера? Ха-ха-ха-ха! Время убегает! Жестко на самом деле. Я не знаю, кто из них показывает конкретно. И правильный ответ это... Да, я угадал! Ха-ха-ха-ха! Минус пять. Ха-ха-ха-ха! Классный ответ. Давайте сыграем в игру. Сейчас я тут начпокаю. Погоди, я в роли Таноса. Добро пожаловать в погвал смерти. Осталось подбородок отрастить. И фиолетовым стать. Фиолетовым я могу легко стать. Играть словечками? Пусть они пока... За придённое время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Любовью к игре в слова меня заразила моя бабушка. Ну и немного желанию убивать. Я собираюсь грохнуть игрока, который напишет самое короткое слово. Пишите слова сейчас. Я пока в Таноса поиграю. Ха-ха-ха-ха! Кстати, эти буквы не должны повторяться. Не забываем нажать кнопку отправить. Ры-р-р-р-га. Ры-р-га есть слово. Знаете, такое? Нет! А где перчатка? У меня есть шерстяной носок Таноса. Вы не знали, им тоже можно щелкать. Вот он, шерстяной носок Таноса. Запомните. О, нет, Танос, Витёк. Тревога! Товарскула! Говорят, что победители не судят Ничья это не победа Ничья не победа, согласен Ладно Я скрываюсь Ну ладно, минус 2 получилось Это Витанос был, да Если вы будете играть дальше, то все еще можете победить Здесь расплачиваться по счетам своими жизнями Сейчас, ладно, сейчас Витанос тоже отъедет легко Не переживайте 660, как так-то, ребят, давайте, давайте, быстрее Поднакиньтесь Давайте попробуем еще один Кто умер первым? Ну, сегодня вопросы, конечно, из ряда Вон Время истекает Я боюсь, сейчас кто-то щелкнет вместо меня Кто, один зверобоб? Ты знал или наугад? Ну, вгад наверняка, я уверен Все еще живы Я пока хонтус выбрал Давайте поиграем Сейчас раз пальчики или губки Пора сыграть Мнеians Нет Если у вас есть заусенцы, то сейчас, идеальный момент, позаботиться о них Так, на каком пальчике нет заусенец? отрезаем тише танечка не плачь отруби хотя бы хрящ это какой это третий или 2 вам это второй палец на это второй благодарю всех за ваши пальчики кроме тебя на карков лучше помереть я же танец я должен щелкать буду щелкать теперь другими пальцами без одного посмотрим как изменились ваши счета за это время мне за продажу пальцы дали 33 бакса а вот еще один вы уже заметили что здесь очень плохо с отоплением я каждый раз обращаю кстати мне никто не отвечает наверное потому что я их убил еще прошлой зимой да наверно поэтому сейчас здесь плюс 15 с половиной градусов по цельсию а сколько это будет фаренгитах 45 я не могу нажать я же взял на жару вот это ну я так посчитал посчитал приблизительно 60 вы попали друзья вы попали друзья сегодня удачи на вашей стороне там формула какая-то есть она довольно легкая вот как это работает ой люблю выборы если никто не тронет деньги то никто не погибнет если кто-то выберет деньги то все остальные умрут от зависти вас лишь одна попытка а если все выбрать деньги все погибнут не люблю алчных людишек запящихся на мои деньги давай быстрее я готов взаимодействуете поговорить и там обсудите план действий это ваших интересах но теперь момент истины ай Егор вау и вы еще собирались выжить после того что сейчас мы делали и приготовьтесь продолжение игрок пока Егор мне это так нравится до свидания предали предали Егора ладно пока у нас есть пара свободных секунд хочу рассказать вам о своей идее для бизнеса будет продавать ассорти из орехов а буду там только семечки если хотите начать со мной это дело дайте знать следующий вопрос некоторые люди поют так прекрасно что возникает желание похитить их и пересадить себе их голосовые связки еле удерживаюсь от этого какой голос луча на повороте о о начинается но темно я не могу выбрать любом случае я думаю ни баритон не пальцет тогда будет сопрано кто выбрал я бы тенор выбирал если честно я я даже я слышу как он поет у меня голос есть его в голове я бы выбрал тенор мы собираемся сыграть в чаши тем кто сейчас в безопасности я вручил немного яда выберите правда не женский это это очень высокий голос но не настолько как пальцет пальцет это вообще прямо очередь выбирайте чашу и делайте глоток эти чаши просто великолепны затравите меня пожалуйста уже я хочу это с пальцем быть все напитки выпиты теперь посмотрим кто что выбил нормально и два три четыре пять того воткнули до сопрано женский да и вонзать себя нож опять не хочу глядя на результаты зрителей можно подумать что они уже мертвы перейдем к следующему вопросу как назывался меч бильбо бэггинса фродо бильбо бэггинса по моему один правильный ответ это жало посмотрим и правильный ответ это вот это я прям как сейчас помню о половина но тут можно не щелкать просто пока и лохотрон делает то для чего собственно и предназначаются лохотроны лохотронит по-полному чё остались мы вдвоем с тобой да зверобок в последнее время думаю над тем как бы ошибись пожалуйста ошибись пожалуйста похищенных писать об игре хорошие отзывы надо бы придумать какой-нибудь официальный хэштег попробуем еще один банда на ума надета как у океана ненормально теплый у Эль-Ниньо Эль-Ниньо я не знаю если честно по моему тихого но я не могу выжить тихого я просто тупо не могу тихого выжить жесть капец я два вопроса опять не смог ответить из-за этого долбаного пальца сколько раз себе говорил умирай если пальцы пришли умирай начнут 9 теперь мне нужен помощник что насчет тебя чтобы выжить они должны выбросить больше или меньше ситуацию можно улучшить или ухудшить это твой выбор а а ну давай выбросите меньше чем я или сдохнете а а а а но он сразу проходит на первом месте жалко выкинул бы восьмерку было бы круто но сейчас оживит его не честно я пытался ребят я пытался а чего это вы все такие мертвые ну я на третьем месте нормально что же придется нарушить обычный ход игры ты справляешься лучше всех поэтому я дам тебе еще один шанс время пришло не получилось видеть выживших игроков но смогут ли они убежать со своим телом сейчас я дам тебе категорию без позвоночные ну это легкий вопрос выберите каждый вариант который подходит под условия задания и нажмите кнопку отправить ну сейчас плюс два получит на халяву призрак может даже хорошо что на третьем месте было бы на втором вообще зашибок но не иметь возможности нажать не так грустно как перепутать океаны посмотрим на правильный ответ что перепутал океаны да ладно ты че ну змея наш с позвонком ха 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 она гибкая конечно позвоночник у меня есть ооо а я говорил о том что все призраки если призрак догонит тебя он украдет твое тело тогда именно он сможет убежать и выиграть вот следующий вопрос для всех и призраки получают третий вариант чтобы получить больше шансов поймать тебя народные артисты россии а верник народный артист мне он никогда не нравился значит наверняка народный а вот пореченков он тоже в театре много снимается когда мог нету его я не угадал жалко букву бейческого алфавита пьру пьру все это или это пи 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 1 пи это я знаю таких буквы альфа-бета гамма все есть Я не помню, нередко не пью, а фета, по-моему, феты тоже нет. Че ты, ты ж, господи? Ну так мы догоним его. Удастся ли вам не перейти на камну слон? Вот это есть, вот это. Буквы из настольной игры эрудит, стоящие 4 очка или больше. Начинается. Я не уверен, что буква F стоит 4 очка или больше. З точно нет. Вот С, скорее всего, да. С, З тоже, ешь. Ну, зверобог, ты нечестно играешь. Ты слишком быстро бежишь. Остановись. Персонажи из Мортал Ко. Ну, елки-палки. Рю, конечно же, блин. Это нечестно. Такие вопросы дает. Он просто убежит от нас и все. Гуглит 100%. Гуглит. Все. Какое все? Откуда Рю? Пойду-ка отправлю в подвал смерти авторам вопросов. Не догоним так. Персонажи, озвученные Кларой Умяновой. Да откуда ж я знаю? О-о-о-о-о. Крошка енот. Пытаюсь вспомнить крошку енота. Кто это такой вообще? Кто-то кричит, все три. Кто угодно, нахуй. Или, по-моему... Нет. О-о-о, все, жопа. Зверобой просто ставит галочки на все вопросы. Все, по-моему, сажочка. Тут не вариант, конечно же. Мы его не догоним просто тупо. Киа. Киа Хамви. Киа Форте. Киа Пьяно. Киа Форте. Киа Сидона. Киа Хамви. Зверобоб буглит, кричат. Я не видел Киа Форте, если честно. Кричат Киа Форте есть. Давай чатику доверимся. Сидона тоже есть. Прикинь. Возможно, не у нас в стране. Скорее всего, где-нибудь там. Но мы все равно не догоним. Какая нам разница? Сидона играет честно, кричат. Чемпионы Лиги Чемпионов. Я, ребят, не специалист по Лиге Чемпионов. Поэтому я вот сейчас первый попавшийся из чата ответ возьму. Все три. А, отлично, мне нравится. Почему нет-то? Аякс и Порту кричат. И я еще и партизан туда засунул. А нам пофиг, он все равно уже выйдет. Да, действительно, партизан там не было. Скоро финиш. Выдерните ему интернет, пожалуйста, из компьютера. Города, где прогнозировались зимние Олимпийские игры. Нигде. Нигде. Но он выиграл. Я все вспоминал, было ли в Сент-Луисе. Потому что те первые два города, конечно же, нет. Нажал, что в Сент-Луисе были. А не было. Это скучно, когда вот так вот вообще безоговорочно. Вот хотя бы вот если бы вот... Вот был бы я, хотя бы, знаешь, живым, а вы были бы мертвыми. Хотя было бы интересно. Я бы там потупил в паре вопросов. Там какая-нибудь взбучка появилась бы в конце. А так просто взял и ушел вперед. Нагуглил. А может и не нагуглил. Обидно, конечно. Ой, как обидно. Ну ладно. После драки кулаками не машут. Мы просто больше не будем его брать в драку. Ха-ха-ха-ха. Все, вырубай гугл, да. Да не, на самом деле, такие вопросы были. Он просто жмаком все подряд выиграл. Давай заново. Давай. Подъем. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Кровавый брак боли и жалости. Но здесь будет познавательно. И даже немного смешно. А, хорошо. Не посмею вас задерживать. Окей. Первый вопрос. В античности были веселые врачи. Кроме удивительных методов лечения, они описывали все, с чем работают. Довольно забавно. Что из этого не было одной из четырех жидкостей гуморов, по которым определялся темперамент человека? Ой. У меня есть два варианта ответа. И какой из них правильный, я не знаю. Есть предположение, что первый. Либо первый, либо четвертый. Я подумаю. Кто угадал? Да. Ух. Ха! Половина. Не щелкнулась. Идем в одно веселое местечко. Так. Дабы пожаловать в подвал смерти. Давайте приумножим удовольствие и поотвечаем на несколько простых математических задач. Ой, это мы будем просто смотреть на перегонки. Больше математических вопросов, пока не течет время. Но это мы только одного решимся. Если ты знаешь, что хуже всего, ты сдохнешь. Ну, либо двоих, если они одинаково количество наберут. Время решили свои калькуляторы. Не щелкните калькуляторами. А я покачать их почитаю. Ты меня обещал в другой раз взять катки. Что? Катки тебе прям взять? Жестко. А, чё? Я забыл добавить дроби. Все-таки попал, лепеха. Вообще ты шустрый. Как ты так? Опять ботов подключил наверняка. Слушай, Андрей, ты математик по состажу. Мы уже почти все, досчитывайте. Смотри, 20 штук выбил уже. 21. Пару, отличный результат. Это 22. За 20 это суперрезультат, ребят. Этого было не избежать. Это же Митя! Нет, это был Стас. Надеюсь, вы посещали хотя бы начальную школу. Без этого здесь не справиться. Вот как вы сейчас располагаетесь. Я показываю вам это наглядно, ведь в нынешнем обществе совсем не хватает аранжирования людей по статусу. И пока я не забыл, посмотрим насчет зрителей. Вы прямо как зрители какого-нибудь стендап-шоу. Совсем не хотите участвовать. Какая ошибка про ранжирование. Как насчет вот этого? Все люди странные. Кто из них нормальный? Он же Гурба! Тут полностью все знают. Возможно, кто-то не знает. Нормальный! Возможно, я зря крикнул, что это Жигур, да? Может быть, кто-то из них и не знал. Ну ладно, подарок мой вам. За какого красавчика вышла замуж королева Елизавета II? Ой. Вот так. Я не помню, как его зовут. Время убегает. Я знаю, что точно не... Точно не Джорджи, точно не Гарри. Я из двух выбирал. Остальные, я хочу показать кое-что. Джорджи! Да! Игорь, мы в подвале смерти. Джорджи, действительно. Ну что, проверим вашу память? Ну что, проверим? Запомните то, что видите. Все, хватит рассматривать мои игрушки. Назовите-ка мне порядок орудий. Слева направо. Победители не судят. А вот занявших последнее место еще как. Так что, удачи! Все поняли? Что я показал? Вон как все было изначально, ребята. Насколько точно вышло? Тук. Тык-тык-тык. Тук. О нет, Тимур, Тимурыч, как так? Выглядит, будто у тебя последние пару минут совсем из головы вылетели. Из головы вылетели пару минут. Ладно, прелесть этой игры в том, что человек даже когда проигрывает, он все равно дальше играет. Еще раз глянем на результаты. Надеюсь, вы поняли, что это уже не в первый раз. На! Кажется, я объясняю слишком много. Ух ты, зрители, смотри, 2619. Попробуем-ка еще раз. В какой из стран с 90-го по 2000-й год президентом был японец Альберто Фухимори? Откуда же я знаю? Ну, наверное, не Япония. Хотя хрен его знает. Я думаю, может быть... Время не стекает. Я не знаю. Я Камбоджу выбрал. И правильный ответ это... Вот это. Перу. Ну, это надо было знать, наверное, да? Все остальные, приготовьтесь к лютой каре. Давайте откроем для себя замечательный мир, словообразование. Ой-ой-ой-ой-ой. Составь из букв в как можно более длинное слово, пока время не вышло. Между прочим, было непросто положить эти буквы. Так, чтобы вы могли на них нажать. Так что пользуйтесь на здоровье. Но то, чье слово будет короче всех, будет на казан. Поехали. Набираем словечки своими пальчиками. Составлять слово можно и всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку отправить, когда закончите. Опа! Че-то сделал. Обрат, увидеть ваши результаты. Андрей! Посмотрим, что вы понабирали. Сметана. Скоро все произойдет. Адуванчик кто-то написал. Витамин. Адуванчик. Да ладно. Но я сметану сделал, кого хватило, чтобы выиграть. Эх, зрители, вы напомнили мне, почему я так ненавижу людей. А прикинь, если слово из 11 букв, получается, ты можешь заработать больше, чем если на правильный ответ. У меня еще много вопросов для вас. На флаге какой стороны изображен орел, пожирающий змею? Ну, наверное... Время убегает! Просто я вспоминаю все, кроме одного, я один не могу вспомнить. Видимо, это оно. И правильный ответ это... Вот это. В Мексике. Жесть. Я хочу увидеть этот флаг. Ха-ха, жесть. О-оу, как же тут грязно. Все остальные у меня к вам тоже будут заданы. Не люблю плитки. Дай-ка сфоткаю. Тут коешь на всем этом произведении искусства. Ладно, я не буду сфоткать, конечно. Запомните это кавава изображение. Ой, очень сложно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Окей, этого должно было хватить с головой. Повтори изображение на своем устройстве, нажимая на квадраты, которые были красными. Когда все будет готово, нажми отправить. Если кто-то остается лучше, чем ты, то я строюсь. Чет нарисовал, сейчас посмотрим. Я не фоткал, ребят, я запоминал, честно. Сейчас проверим мою память. Может быть, уже пора песок сыпать из памяти. Посмотрим на это еще раз. Посмотрим, что вы наделали. Вау. Не ожидал, что будет идеально точно. Это уже не важно, но давайте посмотрим, как получилось у остальных. Нет. В общем, какая уже разница? Да, действительно, я выжил. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бонус за память тысяча, как будто правильно ответил. Слышите это? Похоже, на чердаке опять развелись белки. Блин. Вот такое бывает, когда живешь в частном доме. Хочет гуглить. Лепех, выключай браузер. Перейдем к следующему вопросу. Какая нота находится на толстой и тонкой струне гитары? Да ты чё ты вздеваешься? На толстой и тонкой? И на той, и на другой? Но у меня есть предположение, конечно же. Время не стрипает. Что это до? Я не знаю. Кто выбрал? Вот это? Ну, это кто гитаристы могут знать. Ну, или гуглитель. У меня есть для вас сюрприз. Или пёхов гуглёр. В бой, в бой, в бой. Я на мигитар не играю. О, моя любимая. Вы можете защитить себя. Сейчас будем уполовиниваться. Я не могу посадить немного денег. И если никто не пострадает, я всё равно накажу кого-нибудь. Сейчас важно, чтобы вы постарались. А, ну и убить кого-нибудь было бы неплохо. Это на самом деле важно. Косяк, я всрал. А там Дарнан проиграл. Вы кого-то атаковали и при этом не убили? Что ж, нам такой хоккей не нужен. Сам и выпилился. Полные правила этой игры вы можете найти на моём сайте. А потом я найду вас. Да, если бы взял деньги, тогда бы выиграл. Конечно, лучше было бы выловлять вас в соцсетях. Он бы умер с щитом, наоборот. Мне и этого хватает. А чё, авторы не сыграли? А, типа одного взяли, выбрали и всё, до свидания сразу. А вот ещё один. Ладно. Ну, какая досада. Нужно постоянно помнить кучу имён, а потом не можешь... Здорно. ...чьи они. Вот, например, это я сейчас не вспомню. Кто из нише перечисленных Валериев был главным тренером ЦСКА? Ха-ха-ха. Леонтьев, конечно же. Одна фамилия мне известна. Возможно, он и был. Время убегает. Поэтому я её и выберу. Ха-ха-ха. Газаев мне фамилия известна. Сказал. Вот это. У меня просто Друган, он прям фанат ЦСКА. Возможно, я от него это и слышал. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Игра, в которой всё понятно по названию. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Трудно испортить это веселье. Похоже, негры с гробом уже потихоньку несут гроб для проигравших в этой игре. Ха-ха-ха. Они уже один гроб вынесли. Ха-ха. Семью проигравшими. Сейчас новый. Как насчёт вот этого? Блин, до десятого дадим с ним по всему. Какой философ сказал, бог мёртв? Без понятия. Жан-Поль Сортир. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да простят меня поклонники Жана Поля. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну, знаете, из каких-то таких вещей, которые с богом связаны, из этих всех, это не, что что-то там было. Кто выбрал это? Собственно, да. Собственно, он. Приготовьтесь к лютой каре. Жан-Поль Сортир. Нет лучшего способа раскрыть истинную сущность человека, как эта куча денег. Вот как это работает. Приходишь, приезжаешь на дачу, у тебя там Сортир. Никто не погибнет. Там где-то. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умудут. Говоришь, пойду Жан-Поле навещу. Ха-ха-ха. Идёшь ты на спокойном. А если все выберут деньги, то все погибнут. Не люблю алчных людишек, заряжающихся на мои деньги. Да Лепёха-Читер, понятно. У него там боты, гуглы, что-то нету. Яндекс, там, Алиса. Он сразу обложился всеми браузерами и всё пользует. Итак, что у вас получилось? Ой, какие мы алчные. Я, как золотая цела, пораздаю деньги всем желающим. Но если все хотят деньги, то эти деньги превращаются в камень надгробный. Надгробный. Ха-ха-ха-ха. Оба проиграли. Получается, Лепёха живой, да? А, ещё, ещё одни чуваки есть. Всё, извиняюсь. Что же никак? Я как 6-700 никак не выберю сперёд. Следующий вопрос. Девятый. Последний. Любимые вопросы о том, что все видели, но никто не может вспомнить. Посмотрим, вспомните ли вы. Сколько зубцов на короне статуи свободы? Он сейчас Лепёха судорожно гуглит фотографию статуи свободы, считает зубцы, а я не знаю. Время убегает. Кто-то пишет чатик. Три вроде? Три зубца? Я не знаю. У меня в голову выскочила семёрка. Я семёрку нажал. Вот это. Давайте поиграем. Давайте собираем в нашу чашу. Давайте траванём его, а? Чтобы не было лохотрона. А прикинь, сейчас лохотрон и Лепёху убивают. Он выживает, а Лепёху умирает. Не, давай, Фангет, давай не умри. Не умри, Фангет. Как тебе? Правильно? Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. У тебя будет шанс 16,5% буквально, чтобы обыграть Лепёху. Выбей сейчас, с которой хотите убедить. Просто сейчас не умри. Я... Ммм, вкусно, наверное. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. Он выпил из моей. Твой выбор, мягко говоря, не очень. Он выпил из моей. Я её траванул. Минздрав предупреждает. Чёрт, побери. Я опасен для вашей жизни. Ха-ха-ха. Чёрт, побери. Десятку Лепёха набил. Ну ты че так, а? Выбывание игроков до последнего наконец-то завершилось. Пора приступать к самому интересному. Ну я хотя бы на второе место выкрылся. Вы же здесь нелегко. Ещё тяжелее. Выбраться отсюда в своём теле. Так, Лепёх, ладно, сейчас не гугли. Хорошо. Грызуны. Грызуны. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите на отправить. Сам отдал победу Лепёхе. Да причём победа, не победа. Сейчас, может, Лепёх наошибается в этом раунде. Время на исходе. Я и так, и так второе место занимал бы. Понимаешь? Нет, понимаешь, если бы Лепёх умер, я бы был третьего места. А так я второе место занимаю. Так что тут у меня больше шансов даже. На одно место ближе к финишу. Глянем на правильные ответы. Вот так вот. Кролик не грызун оказывается. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на лепёху. Хотя, лепопитающий. За выходом стал совсем чуть-чуть. Странно. О, а я говорю о том, что все призывы. Он же грызёт, как-то всё напропалу. Если призыв догонит тебя, он украдёт твоё тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Он норный, да? И вот следующий вопрос для всех. О! И призраки получают третьего, чтобы иметь шансы прогнать тебя. Прометий, да знаю такой. Анаптаниум. Анаптаниум, это из него нужно броню космических кораблей делать, а из Прометия... Титановые промежности. Ну, это лёгкий вопрос на самом деле. А из Калифорния, Калифорнию всё застелить им. Прометий тоже есть. Срать-пересрать. Что это такое? Что-то из новенького. А, когда я хейни учился, такого не было. Страны, располагающиеся на Альпах. В России, конечно же. Ха-ха, на Альпах сиди. Но Анаптаниум, это из какого-то фильма было. Я не знаю, Сталовения на Альпах, нет? Просто без понятия, если честно. Понятно, что не Россия. Австрия 100% Альпы есть. Я про Словению думал. Берегитесь с наступающей темноты. О, боже, барабанище был. Ой, Джефф Бек, Трэвис Баркер, Квест Лав. Мать моя женщина. Ой, на шо ж ты таких барабанщиков народил с такими фамилиями страшными, а? Я просто выберу всех. А там посмотрим. Ну, вот так вот. Последний не барабанил. Кто-то потерялся. Кто это был? Простые числа. Простые числа, которые делятся на один и на саму себя. Только на один и только на самой себя. Больше никакой. Ты убил своего друга. Зато ты ближе к выходу. Тьма наступает. Двадцать пять делится еще и на пять. Оно не может быть простым. Простые, если есть два бобовых. Бобовых? Пшеница это бобовая? Лобода? Лобода не знаю, если честно. Ты понимаешь, что не пшеница. Вот бы лободу не знаю. Ну, ты лепёк, а вырвал у меня первый слотик, да? Ну, ну, и чё? Такая вот жизнь без упрёка, без фальшика. Да, такая вот жизнь. Мультфильмы в студии Уолта Диснея. Блин, я чё-то ни одной из этих не помню. Ненавижу студию Уолта Диснея. Я опять все три выбрал просто, и всё. Мог второй не выбирать. Оп. О, смотри, там к нам же подкрадывается. Вот это интересный финал. Вот это интересный финал будет. Верёвочные узлы. Как? Вы, бли... Я даже сказать-то это слово не могу матом боюсь сругаться. Вы, блиночный. Вау. Как я первый раз слышу. Наверное, они такие и есть. О, я угадал. Вы, блиночный узел, господи. Ну, сейчас смотри, селепчёха на три отвечает. Он выигрывает. Носят штаны. А-а-а-а. Это рад кучи. Мишка паддинг-то. упашь тут сквидвар точно никто погоди от скидок даже не спать боб да это же не спать боб никто аноним лепок страна выигрывает лепок сразу выигрывает тут как не тортирует даже себя правильно ответил он сейчас меня сместил ингредиенты динтические полы либо в половин соевое масло натуральные красители без понятия лепёвка все-таки на 4 л с победой лепёвку что я могу сказать поздравляем лепёвку читер он похудел сейчас максимальный результат взял который только возможно в этой игре если по сейчас ошибся полностью я бы выиграл так как он не ошибся не как в прошлой серии 17 167 у нас еще никто столько не набирал 17 167 зрителей не было шансов лепёха слишком читак осуждать вот вот с данного момента можно осуждать лепёвку за читерство я старался честно у меня это это очень высокий результат для меня ребят 15 368 это капец очень многое набрал значит так осуждать лепёвку можно еще и в комментариях под видео не забывайте написать что лепёха я тебя очень сильно осуждают перестань гуглить тупить и вообще вот именно так и пишите именно такую цитату каждый должен написать это вот ну а так ставьте лайки мы очень мило поиграли прикольные вопросики были ни один не повторяющийся с предыдущими сериями я не встретил лайк ставьте писать . наполить на группу вконтакте всем хорошего настроения и пока а я делаю чипок